добрый день друзья и гости моего канала рада приветствовать вас на своем канале меня зовут наталья и я рассказываю о фиалках и уходе за ними не только все кстати говоря наступила осень прошла жара и можно заниматься теперь растениями я свой фиалки решила пересадить частично на нефитильный полив они у меня обычно на фитиле растут вот почему потому что во первых у меня есть кошка которая постоянно заваливает емкости с фитилями во вторых мне просто захотелось опять нефитильного полива потому что количество горшков стало меньше и захотелось что называется вспомнить как это поливать фиалки без фитиля ну вот вот уже так сказать первые результаты есть пошли молодые листочки кто-то уже зацвел это и к пиноккио кто-то еще только пытается отойти от жары дамасская роза в общем жара дала сильно по моим фиалкам я не включала совершенно кондиционер и это сразу заметно на цветах также пересадила нка белая зависть тоже она в рост пошла зеленые листики видно что ей хорошо фиалка у меня не так много это собственно говоря одна из немногих причин почему я решила пересадить на обычный метод полива что я еще делаю осенью я решила обработать свои растения от клеща летом если заметили у растения у многих портится серединке клещ паутина или земляничный который водится на фиалках он очень любит жару и интенсированно размножается поскольку растение снижается в это время иммунитет заражение клещом в сентябре это вообще-то и не редкость я обработала клещевитом сейчас попробую показать это у меня явный клещ прямо сейчас момент вот например но тут явно по вам клещет а вы богем на рапсоде обрабатываю я клещевитом ссылочку волдырь из где я заказывал я вам оставлю это фактически тот же вид на фитовер но мне почему-то клещевит нравится больше обрабатывать нужно из расчета 1 ампула на 300 миллилитров воды обработка проводится дважды проводится она с интервалом в неделю почему потому что клещевит или фитоверм является препаратом как она господи контактного действия контактного действия то есть он действует только при контакте с вредителем он убивает клеща только при контакте с ним яйца он не убивает поэтому нужно две обработки первым при первой обработке убираю убиваются взрослые особи клеща но на яйца этот препарат не действует и через неделю при второй обработке мы убиваем вылупившиеся из яиц тоже взрослые особи ковристов у меня осталось мало совершенно немножко очень много погибло во время жары это растение тоже плохо переносит жару вот есть те кто выжил рос и успешно будет готовиться к цветению сейчас они у меня стоят на балконе там где температура пониже застекленный балкон как только начнет холодать у них начнут завязываться цветочные бутоны и можно будет переставлять их в комнату и комнате не буду его моя радость это антуриум деликат и я первый раз завела в этом году антуриуме очень интересный цветок пока пытаюсь с ним дружиться вот это вот хоть липса малия завязала бутон так вот этому вот антуриума сняла голову тени честно говоря я не уверен что правильно это сделала потому что верхушка стоит слабо укореняется а чё с дальше я не знаю пока живая она посмотрим